Восвятая служба информации и телерадио компании «Гомель» у студии Натальи Хнатенко. Доброй ранецы! У «Гомель» сегодня подведут выники работы системы «Эдукации» в области. Подчас коллегии управления «Эдукации» так само плануются обмерковать задачи на 2016 год. По выниках работы за минулый год управление «Эдукации» нашего региона отримало грамоту Министерства «Эдукации». У Знагорода присуджена у номинации за высокую якость работы системы додатковой «Эдукации» детей и молоди. За высокие показчики означены отделы «Эдукации», «Спорту» и «Туризму» советского и «Чегуночного района» у «Гомеля», а так само «Гомельский педагогический коллег» имя «Выгодского» и «Ельский ясли сад номер один». На «Гомельщине» означали День оборонцов Айчына и Узбройных сил Республики Беларусь. С этой нагоды во всех районах в области пройшли урочистости, примиркованные до свята. Веншывание ветеранов, складание кветок, допомников и мемориалов, концерты. Про то, чем запомнился этот день, в материале Дмитрия Котова. На мемориальном комплексе «Вечный огонь» шматлюдна. На вадошь, який идет практически весь день, не перешкоджая святочному настрою. 23 лютого – это первая часть даты, которая символизирует боевые традиции поколений. Гонор и удерженность всем, кто смогался за независимость и свободу. Это дани на поваге и тем, кто сегодня демонструет свою отданность и верность Айчыне. Военные присязи забеспечивают территориальную целостность и беспеку нашей краине. Присутные узгадывали загинувших у военный час, а так само выказывали надею, что теперешним солдатам николи не придется примать удел у боевых деянях. Торжество большое и благодарность большое за память наших друзей, когда погибли. Это надо делать обязательно. Спасибо. Кульминацией святочных мероприемств у Гомеля стал митинг «Каля аллеи героев». Это место уособляя соправдный гонор за военные подвиги наших земляков. У композиции помник воину-вызвалителю, плиты с прозвищами загинувших солдат и офицеров Червоной Армии, а так само стелы с именами героев Советского Союза и полными кавалерами Ордена Славы. Для мемориалу собралися ветераны Великой Айчынной войны, керовництва в области и города, представники громадских организаций и молодь. Самым крональным моментом стало ускладание кветок. Многие не стремливали эмоций. Это наш особо смуток и боль за минулое, а так само надея на сушастное поколение. Преемственность поколений – это один из толпов охраны границы, защиты Родины и так далее. Сегодня главное помнить ветеранов Великой Отечественной войны, Афганистан, Анголы и так далее. Помнить их опыт, их славные победы, подвиги. И не забывать употреблять все это для того, чтобы будущее поколение оставалось таким же верным Родине, государству и нашей стране, всему народу. Урошистый сход – знак годы свята, мероприемство традиционное. Однако год организаторы спробуют сменить формат и подрихтовать для всех нечто оригинальное и интересное. На его заходы запрашают у дельников Великой Отечественной и ветеранов працы, представников працовных коллективов и громадских организаций. Усих, кто добросумленно працавал и зараз працует на корысть державы. Это свято осабляет все, за что ценить саправдных мужчин – силу, мужность, умение принимать решения и быть оборонцами. Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». На Гомельщине стартовала республиканская акция Беларуского фонда «Миру» под назвой «Устрои за усёды у памяти навечно». Однайменные стенды с фотографиями ветеранов Великой Отечественной войны разместили у школах и палацах детской творчести по всей области. А в том, как проходило заражение новой акции на Гомельщине, наш наступный материал. «Устрои за усёды у памяти навечно» – назва новой акции Беларуского фонда «Миру» адлюстрована на специальном стенде. На им фотосдымки ветеранов Великой Отечественной войны. Их унуки, у День оборонцу Отечественной областной палаце творчести детей и молоди, рассказали одногодкам про подвиг и тяжкости военного життя своих дядов и бабуль. Здесь находится фотография моего дедушки, и сегодня я расскажу о его жизни, о его наградах и чем это запомнилось в нашей семье. 9 мая – это у нас семейный праздник. Дедушка рассказывает нам о всём, что он пережил, о всём, что он прошёл, и говорит, чтобы мы жили в мире и гармонии. Во всех районах в области прошло амаль по сотне таких уроков. До кожного были подрыхтованы специальные фотостенды. На угол акция уже охапила всю краину. И она промеркована до 75-ти годя початку Великой Отечественной войны и носит пошуковый характер. По её умовах школьники повинны были знайсти биографичные известки своих родных, які прымали удел у Великой Отечественной войне, подрыхтовать информацию и разместить фото на специальном стенде. Я считаю, что такая акция будет иметь очень большое воспитательное значение, потому что она будет слышна из уст тех, кто воевал во время войны, и именно из уст близких родственников. Это очень важно. Она запомнит, о чем он прочитает всю книгу. Областный палац творчести детей и молодежи в рамках этой акции станет координатором миротворчего руха в нашем регионе. Пошуковая праца и уроки можности продолжатся до 9 мая. Детям нужно знать не только нашу теперешнюю жизнь, нужно знать и то, что было раньше, и то, как жили мы и как живут они. И то, что мы для них, мы, я имею в виду участники войны, завоевали вот эту вот хорошую счастливую жизнь. Держал-то инспекция Гомельской области мая на мер провести комплекс додатковых мероприемств по профилактице дорожно-транспортного травматизму. Особливую увагу меркуется извернуть на культуру поводзеного пешаходаў. Зараз с их делом на территории в области отбывается каля 36% ДТЗ. Олег Сентяров потекавился перспективами реализации запланованного. Кульки на гомешине пешаходов-порушальников докладно напоўно не веде никто. Справа у тым, что при наявности суперсовника Держа-Аутоинспекции шмат, кто лечит за лепшие правила, не порушать. Зато и при его отсутности могут и на червоный сигнал светлофора дорогу перебегчаў и машину, якая рухаўца зусим побач, не убачить. У вугуле место, где порушение правила дорожного руха отбывается наибольше часто. Суперсовники Держа-Аутоинспекции ведуўсь добрым. На той же улице Кирова кажуть, пасля установки гароджаў, колькась жыдаючых перебегча проездную частку ў невызначанам місце скарасілася ў разы, чаго, нажаль, нельга сказаць об участку, каля гомескага автовакзала. Не гледзече на отсутность пешаходного пераходу да прыпынку громадскага транспорту, людзі ідуць адзін за адным. Шматкаго нават наявныш суперсовника да і не спыняя. З гэтага года, дарече, ў гомеле пачався эксперимент з выкрыстанем новых технологій. На одной из улиц установили пеший в Беларусі так званый лежачий светофор. Правда, на кольке эффективным окажется такое новоувядение, можно буде мерковать в токе про некий час. Это дополнительное информирование пеших участников дорожного движения о предупреждающих сигналах светофорах либо разрешающих сигналах светофора. То есть данная светодиодная подсветка, она дублирует сигналы светофора, красный, зелёный. Супрацовники областной дяж аутоинспекции Перекананы дороги гомешно безпечные, але токі при одной умові, калі виконуваць на іх ўсе потребування правилу дорожного руху. С чим нажаль, ў шмат яких джихаров в області ўсць значна проблема. У сувізі з гэтам, сё літа вырашыли узмацніць профилактичнуя работу сярот водителів і пешоходів на конкретных прикладах, якімі неприемными яны не були. Лепш кажуть, нічого не утуіваць. Люди повинны ведаць реальне становища. Полтора місяцца со сторона сотрудников господарной инспекції проведено более тысячи профилактических мероприятий. Это в організаціях, предприятиях, гдя доводяться непосредственно дорожного транспортного травматісту с участием пішоходів. Рассказываються примеры совершённых дорожного транспортного происшествия, когда людзі погибають. Дарыч і сёння начальнік управління Дзяаржалта инспекцій, управління внутрэнных справ гомельськага Аблвыканкама Ігор Александрович Макушэнка адкажа на пытанні телеглядачоу. В 18 годин 50 хвілін глядзіць адначасова на телеканалах Беларусь-3, Беларусь-4 інтерактивну програму «Діалог». Па час эфіру будзі працеваць телефон пра мої лінії. Паведаміць об хвалюючых проблемах, выказаць конструктивныя пропановы на контрорганізацій дорожного руху можна па нумары 77-68-45. Гомельський Дзержавный Мастацкий Калеч праставіў работы сваіх навучэнцаў. Спецэйальнасті жывэпіць, дызайны, декаратуна прикладноя мастацтва, тэкстыль експанавалі лепшыя творы сваіх навучэнцаў. На працягу двух месецаў настаўнікі сумесны са спецэціалістамі обласного центра народной творчасті адбіралі лепшыя вырабытця перышніх вучніў і яркі дыпломныя работы минулых годов. Тут можна ўбачыць творы, выкананэ ў техніка халейнага, акварэльнага, акрылавага жывапіцу, ткацкія вырабы, батык і габелін. Дарэчы сёння Гомельський Дзержавный Мастацкий Калеч з'являцца адной самых паспяховых сярыдніх спецэціальных навучэльных установ по Мастацкай падрыхтовцы ў нашай краіне. Большаць выпаскнікоў з лёгкастю паступаюць ў вышэйшэя навучэльная установы. Выставка направлена на паддяшку талантливым молодёжам, чтобы они как-то немножечко уже ориентировались на то, куда можно пайти и как повысить свой художэсный уровень и что можно потом с помощью этого колледжа какие-то приобрести знания. Даня Баронцу Айчыны, кінопракат, дорыць глядачам саправдныя мушчынская кіно, дзержавная мяжа і лжывая мэта. Прем'єра новой работы національныя кінастуды «Беларусьфільм» отбылася ў Гомельскім кінотеатры «Мір» і ва ўсіх кінотеатрах в області. Дарэчы, ў Гомельі презентація фільма супроваджалася концертно-забауляльной программай з выступленнями артыстов і шоу-байвых мастацтваў. Дзержавная мяжа і лжывая мэта гэта працяга днаэменнага популярнага цыкла кінокартін, які запустілі яшэ в 80-е годы ў Савецкім Саюзе. Новы, ўже 12-ый паліку фільм розповідая пра реалі сучаснага світу, пагрозы терарызму і наркотрафіку. Кіно здымалі ў Гродні на тэрыторы былога палка Сувізі, пагранзаставы імя літэнанта Усава і пагранічнага пірахода ў Парэччэ. Фільм посвящён ўже современнам, но таким напряжённым будням наших пограничніков. І он очень дінамичен, ярок, і не оставить никого равнодушным пасле просмотра этой картины. Дзержавная установа Гомельскі і Градскі і Оркестры пропануе гамельчанам наведаць концерты для ўсёй сям'ї. Жывую музыку у выкананні симфонічных оркестры организаторы обяцаюць зробіць зразумелай навад самым юным слухачам. Прем'єра отбудзіцца ўже сёння. Прагэты і іншія праекты, адрасаванныя маладому пакаленню. Нашы корреспондэнты даведаліся на прэс-конферэнціі керавніцтва Гомельскіх Градскіх Оркестры. 24 лютага Гомельскім каледжам астатства ім'я Соколовскага працтавіць ўсходнію казку у выкананні симфонічных оркестры обласного центра. У праграмі под такой назвы музыканты аб'яднаюць творы розных авторов. Увыніку музыку па душі знайдуць ўсі адмала до вяліка. Деапазон широкі, пачынаючы ад музыкі русскіх класікав, заканчываючы творамі гэллівудскіх компазіторов, чыі мелоды гучаць ў сучасных мультфільмах. В данный момент у нас праграма идёт Римскі Корсакав, симфоніччя сюіта Шахерезада і симфоніччя поэма Садко. А також музыка Алана Мэнкен, Аладдін, это із мультфільма Аладдін, который был поставлен Диснеевской студії. Именно музыка з этого мультфільма. Такі праект реалізуюця трыць ўод запарых. І гэта не адзіная форма працы музыкантаў, закріканая прайвіць маладому пакалінню любоў до живой музыкі. Дзейнаць ў гэтым керонку промышае актавізаваць сённяшня сітуація. Па словах керавніцтва установы, в музычных школах обласного центра зараз недабур. А ты, хто ўсё ж паступаюць і выпускаюцца з їх, не спяшаюцца звязываць своё далейшая жыццё з музыкай. Молодёжь всё больше стала увлекацца какими-то компьютерными, виртуальными играми. То есть им... Электронной музыкой. Да, электронной музыкой. А вот именно живое, живое звучання оркестра, хотелось бы, што бы оно просто, ну, не ушло в эти модные гаджеты и тому подобные вещи в компьютере. Потому что, ну, живая музыка, она действует на людей совершенно по-разному. Кап зменіць ставліні молоді до живого музычного ваканання і падняць прэстыж професій музыканта, гомельскімі гарацькими оркестрами распачаты новы праект. У навучэнців музычных школ з'явіцца махчымаці выступіць на великій сцені с професійными музыкантами. Прыняць ўдзе змогу дзять із усею в області. Заявкі ўжо пранімаюць. Організаторы плануюць провести сірую сумісных концертов. Піш із їх адбудзіцца ўжо ў канцы сакавіка. Ганна Кавалёва, Валері Гапанько, Телі Радоў Кампанія Гомель. І на гэтым пакулю сё, з туды працывала Наталі Гнатєнка. Плённа гавам дня і да новых сустрэчу ефірі. Телі Радоў Кампанія Гампанія 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 Гампанія.